Самарская область сделала свой выбор. Ровно в восемь вечера закрылись все 1804 избирательных участка. Члены избирательной комиссии приступили к подсчету голосов. Первым делом гасят неиспользованные бюллетени. Так называется процесс уничтожения бланков. Все бюллетени из стационарных и переносных ящиков для надомного голосования сортируют. Одномандатники в одну сторону Госдума и региональный парламент в другую. Несколько раз бумаги пересчитываются вручную. Считаем списки избирателей, сколько человек проголосовало на нашем участке. Бюллетени посчитали, упаковали. Книгу посчитали, упаковали. В тех избирательных участках, где стоят комплексы обработки избирательных бюллетеней, процедура подсчета голосов выглядит проще. Очень удобно считать скайбами, потому что он разделяет и по партиям, и по голосам. Соответственно, после того, как выводится протокол, мы уже смотрим количество, как должно совпать у нас по выдаче и бюллетени, соответственно, по использованию. Его нельзя никак обмануть, потому что там стоят определенные марки, стоят определенные программы, которые считывают. То есть он даже разделяет. Если кто-то нарисовал цветочек или что-то там написал, он будет считать этот бюллетень недействительным. Когда все голоса подсчитаны и необходимая документация заполнена, все бюллетени упаковывают и под охраной отвозят в территориальную избирательную комиссию. Отметим, в финальный день голосования активность граждан оставалась на уровне первого дня голосования. Выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, по оценке экспертов, прошли в штатном режиме.